Я с удовольствием хотела передать также микрофон нашему коллеге из Армении, Арману Татаяну, омбудсмену Республики Армения и члену Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или уничижающего достоинства обращения или наказания и члена Евразийского альянса омбудсменов. Арман, микрофон ваш. Спасибо большое, уважаемая Тамара Викторовна, уважаемые участники конференции, уважаемые дамы и господа, коллеги. Позвольте прежде всего поздравить всех нас с успешным началом и проведением данного мероприятия, как пример эффективного партнерства на международном уровне. Выражаю благодарность организаторам этого мероприятия, в частности Совета Европы и Московскому государственному институту международных отношений. Конечно же, прежде всего, имею в виду господина Михаила Лобова и уважаемая Тамара Викторовна, спасибо вам большое за организацию, за ваши все усилия. И я думаю, что, и я уверен просто, что это мероприятие станет эффективной площадкой для обмена опытом и, конечно же, в деле защиты прав человека. Для меня большая честь обратиться к вам, уважаемые коллеги, сегодня в качестве защитника прав человека Республики Армения. Деятельность национальных институтов по правам человека в условиях чрезвычайных ситуаций играет незаменимую роль, как в преодолении причин подобных ситуаций, а также в деле защиты прав человека в процессе этой борьбы. Здесь также принципиальным является контроль над государством, учитывая опыт зарубежных коллег, а также международные правила. Прежде всего, хочу отметить эффективное сотрудничество, существующее между нашими институтами и Советами Европы. В связи с этим, хочу выразить благодарность генеральному директору и генеральному директорату по правам человека и верховенству права Совета Европы за неоценимый вклад в дело защиты прав человека, а также в развитие инициативы разных программ в сфере деятельности национальных правозащитных учреждений. На данный момент с Советами Европы, в частности с директоратом по правам человека и верховенству права, мы проводим множество проектов в сфере защиты прав человека, среди которых я хочу подчеркнуть проекты относительно прав человека в вооруженных силах в сфере биомедицины. Кстати, этот проект очень уникален. Первый раз мы начали такой проект, и это первый в своем роде проект, который подчеркивает роль защитника прав человека в деле ратификации международных договоров, а также имплементации международных стандартов в правовой системе нашей страны. Важным инструментом в распоряжении омбудсмена является представление в Европейский суд по правам человека объективной беспристрастной информации в качестве третьей стороны по делам, рассматриваемой судом. Защитником прав человека была инициирована практика, которая считается одним примером международного передового опыта. В частности, Европейский суд по правам человека удовлетворил обращение защитника прав человека Армении и утвердил участие в качестве третьей стороны по делу о копьян против Армении. В обращении по делу о копьян мы продемонстрировали, что находимся на высокой степени независимости от правительства нашей страны, и что наш институт имеет возможность предоставить суду ценную информацию по рассматриваемому делу против нашего же государства. Аппарат защитника прав человека на регулярной основе вовлечен в процесс исполнения решений Европейского суда по правам человека против Армении. Учитывая роль национальных институтов по защите прав человека и организации гражданского общества в контроле за исполнением решений Европейского суда, мы регулярно направляем специальные доклады в Комитет министров Совета Европы. В этом процессе особое внимание уделяем сотрудничеству с гражданским обществом Армении. В последнее время подобные доклады предоставляем также совместно с НПО, и, кстати, это была инициатива защитника прав человека Республики Армения. Мы потом начинаем работать на основании этих докладов с директором Совета Европы по правам человека и верховенству права, выявляем системные проблемы в стране и на основании этих докладов также и начинаем разные программы по имплементации международных стандартов по защите прав человека, в особенности, конечно же, стандартов Совета Европы. Необходимо отметить, что совместная работа с участием организаций гражданского общества также уже продемонстрирована была по конкретным делам. Я хочу особо отметить также наше сотрудничество с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Я хочу особо именно подчеркнуть значимость и результативность нашего сотрудничества вместе с Татьяной Николаевной Москальковой. Следует особо отметить эти отношения, потому что они основаны на взаимном доверии, что играет важнейшую роль в деле защиты прав человека, причем это сотрудничество вносит институциональный характер. Благодаря нашей совместной работе у нас уже много случаев восстановления нарушенных прав конкретных людей как с федеральным уполномоченным, так и на уровне взаимной работы с региональными уполномоченными России. Вместе с госпожой Москальковой у нас здесь уже мы провели ряд обсуждений по вопросам защиты прав человека в контексте новой пандемии коронавируса. Особое внимание было уделено нами мониторингу и работе горячей линии, а также эффективным механизмам обмена информацией с посольствами обеих стран. Благодаря совместной работе с федеральным уполномоченным по правам человека в России у нас регулярными стали истории успеха по оказанию поддержки семьям в вопросе воссоединения во время чрезвычайного положения, когда государственные границы были просто закрыты. История успеха показывает, что часто официальные тексты не передают реальную работу и эмоции, которые мы испытываем в нашей повседневной работе. Состоялись также конкретные консультации о трудовых правах. Мы вместе с уполномоченным по правам человека Российской Федерации провели, это хочу особо отметить, это реально на самом деле можно считать также и примером международного передового опыта, совместный прием граждан Республики Армения, которые проживают на территории Российской Федерации, а также граждан России, но по национальности армян, у которых есть проблемы, связанные с защитой прав человека. Причем на этом совместном приеме участвовали также и дипломатические представители с обеих сторон, а также представители армянской диаспоры. Этот совместный прием помог нам помочь конкретным людям, а также выявить системные проблемы и, конечно же, предпринимать соответствующие меры по решению этих проблем. Также хочу отметить наше сотрудничество в рамках Евразийского альянса омбудсменов. Я считаю, что это эффективная платформа, эффективно действующая структура, сотрудничество на международном уровне, что, конечно же, очень способствует целям защиты прав человека и обмена опытом. Уважаемые коллеги, вопросы обеспечения доступности информации в сфере общественного здоровья и медицинской грамотности получили наибольшее практическое значение в 2020 году, когда весь мир столкнулся с проблемой новой коронавирусной инфекции со всеми вытекающими обстоятельствами. Во всем мире все государства столкнулись с правовой дилеммой. С одной стороны, необходимо было предотвратить распространение пандемии, с другой – обеспечить соблюдение прав человека для всего населения страны. Однако в действительности основополагающие принципы защиты прав человека свидетельствуют о том, что эти обязательства не должны противопоставляться, а должны дополнять друг друга. Более того, лишь надежная система защиты прав человека и подход государства, основывающиеся на правозащитном подходе, могут гарантировать эффективную борьбу с таким глобальным вызовом, как пандемия COVID-19. В Армении, например, пандемия с самого начала сопровождалась новыми вызовами в сфере защиты прав человека. Этому способствовал также режим чрезвычайного положения, введенного с марта месяца 2020 года. Одним из основных вопросов, выявленных защитником прав человека Армении во время чрезвычайного положения, связан с пределами усмотрения государства в применении ограничений и, конечно же, ответственности государства перед обществом. Ограничения прав и свобод человека должны быть предусмотрены на конкретных основаниях и являться достаточными и необходимыми для достижения конкретных общественных правомерных целей. Прежде всего, речь идет, конечно же, о соразмерности. В связи с этим хочу особо выделить тот основополагающий подход, которым руководствовался и руководствуется защитник прав человека Армении. И согласно этому принципу, чрезвычайное положение само по себе не предполагает абсолютное усмотрение государства на применение дополнительных ограничений прав человека, не является автоматическим основанием. Речь должна идти о высокой ответственности государственной власти для обеспечения разрешения проблем, в то же время гарантируя права человека. Пределы усмотрения органов государственной власти должны соответствовать конституционным и международным стандартам соразмерности. Например, статья 76 Конституции Республики Армения гласит, что во время чрезвычайного или военного положения основные права и свободы человека и гражданина могут быть в установленном законном порядке временно приостановлены или подвергнуты дополнительным ограничениям лишь настолько, насколько этого требует ситуация. В пределах международных обязательств, принятых в отношении отклонения от обязательств во время чрезвычайного или военного положения. Вместе с тем, эта же статья Конституции устанавливает перечень прав и свобод, которые не могут быть ограничены. Ограничения прав и свобод или отступления от них возможны только на основании закона и в конкретных правомерных целях. Закон, предусматривающий ограничения, должен быть максимально ясным. В законе не должны быть положения, позволяющие его произвольную интерпретацию или неопределенное применение на практике. Чрезвычайное положение предполагает особую ясность юридических правил. Это, в первую очередь, необходимо именно органам власти для обеспечения ясности своих правовых актов и стабильности собственной практики во время чрезвычайного положения. Кроме того, это важно также для граждан, для обыкновенного человека, чтобы иметь четкое представление о том, какие именно у него права и обязанности, какие предели его возможностей и обязанностей перед государством. Эти принципы также способствуют исключению напряженности в стране и способствуют непрерывной работе государственных органов. Мы это очень часто называем эффектом пружины, то есть настолько длятся ограничения, настолько уже высокими являются требования к обоснованности решениям государственных органов и действиям. Названные стандарты, по сути, составляют цепь обязательных трех конституционных условий правомерность цели, соразмерность и соответствие с конкретной ситуацией. Все это предопределяет логику ограничений прав и свобод человека, применяемых по возможности в наименьшем объеме, при этом продолжая рассматривать вопрос дальнейших дополнительных ограничений, основываясь на оценке фактической ситуации. Иными словами, применяемые меры должны быть пригодны для достижения правомерной цели. С учетом именно этих основополагающих принципов защитник прав человека Армении проводил и продолжает проводить контроль над законодательными ограничениями, также и над практикой их применения. При осуществлении также мониторинга особое внимание уделяется вопросам доступности информации, конечно же, предсказуемость, ограничения индивидуальных прав и свобод человека. Таких примеров на практике многочислено, однако я остановлюсь на некоторых примерах, конкретных примерах, которые носили в нашей стране системный и даже масштабный характер. Первый вопрос касается проблем изоляции и самоизоляции. Правовые режимы изоляции и самоизоляции были установлены так, что рассматривались не с точки зрения права на личную свободу и, соответственно, не с точки зрения режима лишения свободы, а просто права на свободное передвижение. В связи с этим почти сразу после введения в стране чрезвычайного положения мы выдвинули принципиальное требование к правительству о том, что как изоляцию, так и самоизоляцию необходимо рассматривать только в сети права на личную свободу. При этом мы выдвинули конкретные критерии. Речь конкретно о тех случаях, когда человек 1. оказывается в изоляции или самоизоляции в конкретном месте по конкретному требованию компетентного государственного органа или должностного лица или лица, действующего от имени государства. 2. переводится в конкретное место изоляции или самоизоляции или же изолируется против своей воли. 3. переводится в конкретное место изоляции или самоизоляции или изолируется добровольно, однако не может покинуть это место по своему собственному желанию, иначе говоря, без разрешения представителя государства и находится под контролем государства. Данное правовое требование, конечно же, не являлось самоцелью. Подобное разрешение вопроса позволило бы и позволило бы в последующем применить совершенно другой правовой режим в отношении человека, который находился в состоянии изоляции или самоизоляции. Эта позиция кардинально поменяла концепцию взаимоотношения человека и государства, повысила уровень ответственности государства перед обществом. Но я хочу тут, конечно, сказать, что мы добились этого через несколько месяцев. В законе четко было установлено, что самоизоляция и изоляция – это не ограничение права на свободное передвижение, но это ограничение права на личную свободу. И это же было не самоцелью, потому что мы понимали четко, что если рассматривать это в свете права на личную свободу, то, соответственно, у человека появляются конкретные права. Это право на доступ к адвокату, это право на информацию о разъяснении конкретных причин, представление ему конкретного требования о самоизоляции, потому что я уверен, и мы продвигали эту позицию, что не имеет значения, кто предъявляет это требование, даже если это врач. Главное здесь является именно суть вопроса. Здесь ограничивается право человека на свободу. Соответственно, это лишение свободы. И, соответственно, также мы добились того, что в законе государства уже парламент четко установил права, перечень прав лиц, а также это позволило установить конкретную ответственность государства. К этой же проблеме напрямую относится также вопрос, кстати, у нас очень было много случаев, когда из мест карантин люди просто, было попыток много сбежать оттуда, и государство просто закрывали, можно было, все двери были прям заперты. Ну, не все, но были у нас случаи, и у человека не было никакой возможности. Оказывалось, что человек находится просто, не было по режиму, по содержанию никакой разницы, человек находится в месте решения свободы или просто в больнице, скажем. Дело в том, что статья 27, извиняюсь, отсутствие такого регулирования на уровне закона не соответствовало конституционным требованиям страны. Дело в том, что статья 27 Конституция Армении закрепляет два обязательных условия, и только при одновременном наличии этих двух условий лишение свободы может считаться конституционным. Первое – это наличие оснований для ограничения права на личную свободу или лишения свободы, которые исчерпывающие, просто перечисленные в Конституции, такие как предотвращение распространения опасных для общества инфекционных заболеваний. Второе – это наличие порядка, лишения свободы личности, и такой порядок только может быть установлен на уровне закона, а не ниже. Следующей проблемой было отсутствие норм, предусматривающих права человека подвергнутого изоляции или самоизоляции. Здесь принципиальной позицией защитника прав человека было то, что права личности должны быть установлены, исходя из следующих принципиальных подходов. В законе должно быть четко установлено, что человек должен обладать как минимум следующими правами. право быть информированным о причинах изоляции или самоизоляции, обладать правом на доступную, независимую медицинскую консультацию, право на доступ к адвокату и право на сообщение третьему лицу о факте изоляции или самоизоляции. Это те же стандарты, которые выдвигаются также и Европейским комитетом по предупреждению пыток Совета Европы. На уровне закона должна быть предусматрена возможность обжалования правомерности ограничения права на личную свободу. Эти гарантии должны быть нацелены на предотвращение возможного произвола со стороны государственных органов. Далее. Несмотря на то, что можно считать допустимым представление распоряжения об ограничении права на личную свободу человека в устной форме, то после перевода уже человека в конкретное место лечения свободы, в том числе в случае изоляции и самоизоляции, соответствующий государственный орган уже должен его уведомить в обоснованиях и причинах об ограничении права на личную свободу, а также о правах и обязанностях только на понятном человеку языке, только в письменной форме. Причем эти правовые требования должны обеспечиваться автоматически, то есть независимо от того, предъявляет ли такое требование человек или нет. Причинами проблем, связанных с доступом к информации, стали несогласованность действий государственных органов, неясность в их действиях и неопределенность процессов изоляции и самоизоляции для граждан, а также часто меняющиеся ограничения, применяемые в отношении граждан, длительность ограничений, правовые последствия в случае несоблюдения установленных государственных ограничений. Я хочу сказать, что, конечно же, мы понимали, что ограничения в сфере борьбы с пандемией очень часто объективно менялись, но с другой стороны мы наблюдали, что для государства является очень привлекательным все время ссылаться на чрезвычайное положение и очень часто менять ограничения, и тем более человек оставался в неравном отношении с государством. Поэтому мы очень сильно усилили наш контроль или мониторинг именно на этих стадиях. Тем самым процесс изоляции и самоизоляции не был ясным и предсказуемым, что в первую очередь было последствием непредставления надлежащей информации, и это же положение ввело к снижению доверия к действиям и решениям государственных органов. В частности, неясность и неопределенность проведения лабораторных исследований или тестирования их правовых последствий проявлялись в следующем. Применялись меры ограничения свободы к лицам, которые считались контактными, так называемыми, в тех случаях, когда результаты их лабораторного тестирования были отрицательными. У лица, получившего от комендатуры указания самоизоляции, часто не было возможности надлежащим образом ознакомиться с содержанием указания, применяемых к нему ограничений, а также с последствиями случаев нарушения ограничений. Данная практика была выявлена в результате осуществления анализа индивидуальных жалоб, которые поступили в аппарат защитника прав человека. Указания о скачивании в телефоне приложения и уведомления об обращении при необходимости к помощи врача не предоставляли четкого представления о том, что с данного момента человек фактически лишен свободы со всеми юридическими и фактическими последствиями. Недостаточная осведомленность подрывала профилактическое значение и необходимость самоизоляции, а также служила причиной несоблюдения этих условий. Возможные злоупотребления, что имели место из-за ненадлежащего, также из-за ненадлежащего предоставления полноценной информации людям, в свою очередь содержали риски нанесения вреда общественному здоровью и опасность провала борьбы с пандемией. Данный пример четко показывает, с каким последствием может привести ненадлежащее предоставление информации. Начало срока исчисления изоляции было неопределенным. Для находящегося в изоляции человека срок исчисления считался тот момент, когда его данные были введены в систему или же с момента установления телефонной связи с ним. У нас просто была специальная система введена, связывались по телефону с человеком. То есть складывалась ситуация, когда носитель вируса находился в изоляции, а контактные с ним лица в целях возможного предотвращения инфекции самоизолировались намного позже. Выполнение инструкции в более поздний срок следует рассматривать, в особенности с точки зрения тех рисков, что контактное лицо в период до инструктирования не было ограничено в своих передвижениях и его действия не контролировались. В таких случаях за последствия невыполнения инструкции 14-дневной изоляции контактным лицом должно отвечать государство, а не само контактное лицо. Подобная ситуация не служила той цели, для которой применялись ограничения прав и в стране действовало чрезвычайное положение. Следующее. Отсутствовала обратная связь уполномоченных государственных органов с лицом, который находился в соответствии с состоянием самоизоляции. Контрольная функция, определяющая местонахождение изолированного лица с помощью сообщения с требованием сделать сельфи, на практике не применялась. Это, в свою очередь, вызывало неопределенность, находился ли человек под фактическим контролем или нет. Проблема внеоднозначности предоставляемой информации заключалась в следующем. Обязано ли было лицо пройти лабораторное тестирование после окончания срока самоизоляции? Тоже не было ясности. Причиной данной проблемы стали разъяснения медработников первичного звена, что с момента окончания 14-дневного срока носитель вируса более не считается заразным, а необходимости в тестировании нет. Однако существовало законодательное требование, что после самоизоляции для получения разрешения на работу наличие отрицательного результата тестирования было обязательным требованием. И, следовательно, сотрудник был обязан по собственной инициативе пройти лабораторное исследование. С проблемой должной информированности в условиях пандемии напрямую соотносилась и политика государства в связи со свободой выражения мнений и ограничениями свобод СМИ. В борьбе с пандемией нового коронавируса ограничения на высказывание мнений и свободы СМИ в основном оправдывались, в том числе и в Армении, с целью предотвращения паники и потока ложной информации в обществе. Предотвращение указанных негативных явлений, конечно же, является правомерной целью для государства. Однако суть проблемы заключалась в вопросе, являются ли шаги государства адекватными и полезными для достижения правомерных целей. Здесь важным также является вопрос о том, насколько эффективно работал государственный механизм по предоставлению надлежащей информации обществу и тем самым способствованию борьбе против распространения ложной информации. Кроме того, объемные и неопределенные законодательные формулировки, тем более при часто меняющихся ограничений, также являются предметом озабоченности. Обобщенные запреты дают возможность правоприменителю определять правдивость или ложность содержания информации в политической или общественной среде, что несовместимо с требованиями необходимости ограничения права и соразмерности. Ложная информация в борьбе с пандемией, начиная с возникновения распространенности ее в данной стране, вплоть до неуточненной ложной информации о профилактических медицинских средствах, консультациях до карантина, стали вызовами во всем мире. При всем этом государственная реакция на подобную дезинформацию должна быть основана на следующих принципах. Целостное, честное и инклюзивное общение с обществом, стимулирование независимой прессы и ее защита, публичная и осторожная корректировка дезинформации, наносящей вред. Вне рамбы борьбы с пандемией общими мерами могут стать создание благоприятной среды для независимой прессы, образовательные мероприятия, стимулирующие медиаграмотность, обеспечение инструментария критического мышления вокруг недостоверных утверждений. В условиях чрезвычайного положения запрета и ограничения свободы выражения мнений, как проблемы засвидетельствовали отсутствие в стране ответственной журналистики, отсутствие процедур по борьбе с незащищенными гарантиями, незащищенными правами, связанными с правом на свободу слова. Таким образом, государственные подходы с точки зрения не противопоставления, а взаимного консенсуса в вопросах свободы выражения мнений и борьбы с пандемией должны быть восприняты государством как принцип. Дело в том, что государство столкнуло с трудными решениями о социальных или физических дистанциях и другими мерами борьбы, чтобы гарантировать здоровье общества и оказание надлежащей медицинской помощи. Государство просто обязано вести свою политику так, чтобы общество было уверено, что действия государства и принимаемые решения базируются на фактах и исходят из общественных интересов. Я уже подхожу к концу своего выступления. Хочу сказать, что в контексте доступности информации другой, проблемы относительно ограничения права и свободы человека, стало недостаточной осведомленность представителей национальных меньшинств. Мы тут подготовили специальные инструкции на семи языках аппарата защитника прав человека. И я хочу особо отметить, что законодательные ограничения с небольшими прерывами изменения их объема, условия ограничения свободного передвижения, по крайней мере подтверждали, что компетентные государственные органы, кроме применения ограничений контролирующего инструментария в борьбе с пандемией, должны были также обеспечить должную информированность. И еще хочу также отметить, что мы все эти инструкции издали на следующие языки русский, английский, языцкий, курдский, ассирийский и хинди. И была также опубликована аудиоверсия инструкции для лиц с проблемами зрения, в то же время инструкция издана на азбуке Брайла. Это тоже было сделано аппаратом защитника прав человека. Подытоживая все вышеуказанное, хочу завершить свою речь замечанием о том, что современные вызовы, в том числе обусловленные пандемией, могут быть преодолены человеком только путем сохранения приоритета защиты прав и свободы личности. Такой подход должен укорениться в сознании как государства, так и отдельных людей. Государства не могут в одиночку преодолеть эти вызовы без поддержки и доверия со стороны общества, его каждого члена в отдельности. Это особенно касается вопросов охраны общественного здоровья, в том смысле, что именно надлежащая осведомленность должна и грамотность, должная грамотность и правильная коммуникационная политика государства могут обеспечить грамотное поведение людей, охрану их здоровья и продуктивную борьбу с пандемией. Уверен, что результаты данного мероприятия, а также результаты тех совместных целенаправленных усилий тот объем энергии, ресурсов и инноваций, которые удалось привлечь, несомненно, превзойдут наши самые смелые ожидания и внесут значительный вклад в предотвращение пандемии, COVID-19 и обеспечение прав человека. Еще раз подчеркивая важность сегодняшнего авторитетного мероприятия, желаю всем участникам мероприятия успехов и плодотворной работы.